Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании A-Markets. Меня зовут Артем Звездин. По традиции для вас я сделаю обзор валютных пар на рынке Форекс. Также посмотрим с вами золото и посмотрим цифровое золото, конечно же, вами любимый биткоин. Постараемся узнать, что ближайшая неделя нам несет. Евро на удивление подошел по моему прогнозу. Я говорю на удивление, поскольку на данный момент евро торгуется чистым фундаменталом. Технику он явно не учитывает. Имейте это в виду и когда вы будете принимать решение, руководствуйтесь все же фундаментальными какими-то моментами, нежели техническими. Но на данный момент тренд у нас потихонечку останавливается, у нас снижаются объемы, объем затухает, что, конечно же, говорит о ближайшей остановке. Имеем запас хода до уровня 1.07.964 и если пробьем и его, то уйдем в область 1.05.654. Но имейте в виду, что рынок замедлился и может уйти во флетовую коррекцию. Если такое случится, постарайтесь дождаться конца флета, посмотрите. После этого принимайте торговые решения в зависимости от того, куда, собственно говоря, это накопление расторгуется. Мне кажется, если честно, что флет по евро, он может быть очень изматывающим и очень злостным. Поэтому имейте это в виду, когда торгуете по евро. Перейдем к канадцу. После отработки наших целей, просто прекрасно канадец отработал наши цели, замедлился, как мы, собственно говоря, и ожидали, и происходит разворот. Движение к обозначенной цели 1.31411 до сих пор живо и до сих пор придерживаемся этой политики. Однако имейте в виду, что объемы уменьшаются на фоне того, как рынок переходит в небольшую коррекцию. В общем-то так и быть должно, но здесь, если обратите внимание, объемы уменьшаются просто значительно. Опасайтесь, опасайтесь этого момента и опасайтесь, конечно же, флета. Как и в случае с евро, флет может быть очень изматывающим, очень-очень злостным. Не хотелось бы в нем, на самом деле, зависнуть. Пока о покупках говорить рано. Только продажи. Только продажи или выжидания. Выбирайте одну из тактик в зависимости от того, что вы, собственно говоря, придерживаетесь. Иена. Сказать особо по иене нечего. Если честно, продолжаем торговаться в рамках этого флетового канала. В общем, стратегию вы знаете. Продаем, соответственно, от верхней границы, покупаем от нижней границы. Но тут есть кое-что. Если небольшая примета, где флет долго находится, где он будет больше топтаться, туда, собственно говоря, происходит пробой. Ну, в общем, классическая примета, такая достаточно трейдерская, это не закономерность. Просто примета на уровне черной кошки. Иногда работает, иногда не работает. Поэтому мы будем иметь это в виду. И в случае, если рынок все-таки пробьет нижнюю границу, постараемся на этом довольно неплохо заработать с использованием повышенных объемов. Главное, нам не залезть в ложный пробой, но там уже нужно будет делать новый анализ. Пока рынок находится во флете, торгуем во флете. Там дальше поживем, что называется, увидим. Австралиец Кенгуру прекрасно отработал наш сигнал. Просто прекрасно. Четко ушел от нашего уровня. Четко дошел до нашей цели. Примерно точно так же, как и канадец. Сейчас тактика флетовая. Диапазон от уровня 0.67500 и 0.66752. Это такой вот, знаете, диапазон флета. Продаем отверха, покупаем от низа. Классика жанра, как и в случае, собственно говоря, с канадцем. Если этого мало, если вам мало таких диапазонов, используйте вспомогательный уровень на области 0.67-0.70 и торгуйте от него отскоки. Ну, в общем, классика. Пока рынок вы на во флете, пользуйтесь этим моментом. Во флетах вот таких вот широких, ну, грех, грех на самом деле не зарабатывать. Перейдем теперь к золоту. Продолжаем торговаться в бычьем сценарии. Собственно, дошли до хаев. Пока, собственно говоря, хаи такие глобальные не пробили. Можно ожидать небольшой коррекции, поскольку подошли мы к нашим максимальным точкам. Поскольку сейчас снимаются, снижаются у нас объемы в рынке. Ну, и, соответственно, движение у нас увеличивается. Что, конечно же, с точки зрения ВСА свидетельствует о некой остановке, замедлении и расторговке в обратную сторону. Но говорить о глобальном каком-то развороте я бы, если честно, не стал. Если пробьем уровень 15.86, двинемся дальше к уровню 1600 и 16.18. Вполне можем до туда дойти, но пока что в рынке нет намека даже на глобальный разворот. Вот пока, собственно говоря, придерживаемся бычьей стороны. Но имейте в виду, что если вы сейчас собираетесь покупать, ждите небольшой коррекции. Тогда покупайте, поскольку мы дошли до наших глобальных таких целей. Ну, и, соответственно, вы будете покупать очень-очень дорого. Перейдем теперь к цифровому золоту. Биткоин. Дошли до наших целей 10 тысяч. Вообще, эта неделя оказалась достаточно такой, знаете, хорошей для нас. Все практически планы, весь анализ у нас довольно неплохо отработался. Практически по всем инструментам это довольно удивительно для меня. Удивительно, поскольку обычно что-то происходит не так. А здесь мы прям четко доходим тик в тик, пункт в пункт. И довольно неплохо отработался и биткоин. Дошли до наших целей. Рынок находится в очень-очень красивом трендовом движении. И, если честно, меня это немножко пугает. Не знаю, как вас, но меня это пугает. Биткоин торгуется крайне понятно. Это что-то явно не то. Рынок явно где-то тут сломался. Запас хода есть до уровня 10900. Вполне можем дойти туда. Но имейте в виду, что рынке начинается фаза накопления, которая может расторговаться против нашего движения. Этого я боюсь больше всего на фоне того, что у нас имеется такое красивое движение. Помните вот эту вот аксиому. Если в рынках что-то понятно, то это что-то обязательно будет меняться. Если сейчас хотите купить, ну мало ли, бывает такое. Покупайте пониженным объемом. Имейте в виду, что в рынках сейчас вот некий уровень дисбаланса, он, можно сказать, потихонечку-потихонечку возрастает. Хотите купить? Покупайте. Покупайте пониженным объемом. Ожидаю в ближайшее время либо флета, либо разворота. Слишком красивое движение, дамы и господа. Вот меня только это немножко выбивает искри. Ну не бывает так. Кроме того, видим, как бокам все труднее и труднее идти вверх. Крайний импульс вообще, в принципе, с точки зрения ВСА может трактоваться как кульминация. Но говорить о такой вот кульминации, вот прям достоверной, я бы, если честно, не решился здесь. Но это все походит на кульминацию. Мы здесь ставим знак вопроса. Но, тем не менее, запас хода наверх есть немножечко. Хотите купить? Покупайте небольшим объемом. Но все-таки ожидайте небольшой коррекции, флетовой области и этого, в принципе, разворота. Как знаете, как в том анекдоте. А топ-3 варианта по биткоину. Вверх, вниз и вбок. Вот здесь примерно то же самое. Вверх, вниз и вбок. Грубо говоря, сейчас такие лонги достаточно спекулятивные. Более инвестиционные, долгосрочные позиции нужно брать уже после разворота и после флетовой консолидации. Ну, если вы по моим рекомендациям от уровня 9000 в лонгах, Держите пока еще их. Можете скинуть чуть-чуть. Если вы еще не в лонгах, будьте с ними осторожны. Дамы и господа, на этом можно остановиться. Я получаю от вас очень много комментариев, где вы просите просмотреть тот же самый фунт, например, либо чиф, либо какой-нибудь другой инструмент, тот же самый фьючерс, например, рубля, либо фьючерс РТС. Для того, чтобы нам во всем этом не утонуть, я сделал опросник на своем сайте. Опросник каждую неделю будет обнуляться в воскресенье. И, соответственно, каждую неделю вы можете получать актуальную информацию по вашему инструменту, который вам наиболее интересен. Ссылку найдете в описании, переходите, соответственно, на опросник, проголосуете за три рынка и за три инструмента, которые вам наиболее актуальны и наиболее интересны. Удачи вам на неделе, зарабатывайте счастливо. Но как заработаете, не забудьте меня найти и со мной поделиться. Ну, хотя бы чуть-чуть. Ну, ребята, ну что это такое? Ладно, удачи вам, счастливо.